Здарова всем! Итак, что там? Киа К5 греется в пробках автомобиль при включенном кондиционере. Как бы тачка работает в такси, премиум, типа вся фигня. Тачка свежая, пробег хороший. Наездили уже там порядочно на этой машине. Надо что-то сделать. А что сделать? Надо мыть. Прежде всего, помыть тачку на мойке не получится. По одной простой причине. Она была помыта раза четыре на мойке. Специальными сиями, шмиями, всей фигнёй и прочим говном. Но это ей все равно нифига ни разу не помогло. И не поможет никому. По одной простой причине. Потому что сквозь вот этот вот радиатор по факту прилетает только вода. Видите какой он? Классный, качественный. Он говорит, я где-то недели две назад его мыл. Мне тут все промывали. Ну вот промывали. Итог. Надо разобрать морду. Вот. Рамку телевизор разделить. И нас держат её вот только два болта снизу, которые за рычаги цепляются. За передние. А для чего нам это надо? Нам это надо, чтобы заглянуть туда между радиаторами. А между радиаторами там знаете что? Вот что там. Валенок. 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 Вася. Валенок. Самый настоящий. Валенок можно, короче, собирать. Этот пух тополиный. Привет, Москва. Тополя. Красивые, высокие, классные, здоровские. Вот. И вот если вот это вот чуть-чуть собрать в кучку, то можно в принципе сделать себе ну там пол валенка. Вот. На зиму как раз пригодится. Вот так вот четыре тачки и валенки готовы. Поэтому никакая вам мойка в жизни не поможет. Потому что вот этот вот пух, который сидит не на радиаторе кондиционера, а на радиаторе охлаждения, он никуда у вас не денется. И вот сейчас мы сливаем с него антифриз, снимаем естественно вентилятор, вынимаем радиатор, всю фигню, чтобы почистить этот радиатор изнутри. И радиатор охладителя, да, то есть машины, да, основной, почистить с двух сторон. Ну и здесь тоже в середе и сзади. Система давления есть? Интересно мне. А, система давления. Это вот знаете вот из той самой вот, наверное, песни, когда один клиент приезжал ко мне и такой бачок радиатора должен быть закручен не до конца. Никогда так в жизни своей не делайте. Вообще никогда. Нельзя делать вот так вот. Потому что если вы бачок радиатора не будете закрывать, то проток антифриза по вашему кругу, так сказать, охлаждения будет минимальный. А когда у вас все под давлением там, жидкость стремится гораздо веселее. Из-за этого происходит охлаждение быстрее. Вот. А если вы вот как вот один мой клиент, который надо вот чтобы бачок был немножко приоткрыт, то так и будете кипеть всю жизнь. Поэтому никогда не открывайте бачок. Здесь должно быть давление. 0,7, 0,9, 1,1 бара. А времени у нас уже полдвенадцатого на улице ночи, а я еще пенино. Ну только сделал и пошел дождь. Так что вот так вот занимаемся. А вы мне там это звоните в три ночи блин. Ну не в три ночи. Полдвенадцатого ночи. Алло, здравствуйте, Владислав. Вот однажды у меня был такой звонок. Я такой, да. Я там ваше видео посмотрел по Subaru. А сколько у вас стоит стакана сделать? Полдвенадцатого ночи. Вы серьезно? Что, реально что ли? Честное слово? Вы гоните что ли? Какие стаканы? Какие фужеры, ё-воё. Нисколько. Не беру сейчас кузовню в работу, потому что нету помещения. В этом помещении я буду варить, при условии, что у меня будет еще одно помещение с подъемником. Как только оно у меня подъявится, это помещение, я буду с удовольствием, с нетерпением брать машины в работу по сварке. А посему сварку пока никого не беру. Вот занимаюсь всякой ерундой. Вот только что была у меня гранта, вот с вот таким вот крабом мертвым, вот и не откручивающейся гайкой на этом крабе. Это был ад. Я ее там грел, она просто светилась, освещала. Млечный путь вот туда вот, аж вот в космос туда светила эта гайка. Резина капала, короче, вот на пол это вот это вот все. Короче, геморрой адовый. Поэтому хотите, чтобы ваша тачка перестала греться? Разбирайте. Ну, короче, смотрите видос, делайте как я. Ну да, и для всех это вот, хочу сказать, что вот верхняя накладка на бампере у К5 не съемная. Это целиковая. Фары надо будет снять, усилитель надо будет снять, направляющий диафлектора на радиатор надо будет снять. Потому что нам надо как бы радиатор сюда немножко подать, туда-сюда, вот это вот все вот. Вот, как бы работа дофига. Ребят, работа не дешевая нифига ни разу. Поэтому вот так вот. Как бы да, так и ну что, за пару рублей? Не. Где-то там надо умножить на 3 эти пару рублей, тогда еще можно подумать. Ребятки, утро. Продолжаем. Я разобрал радиаторы. Здесь, оказывается, такие застежечки есть. Тогда можно снять, ну как снять, немножечко приотодвинуть передний радиатор. Кондиционера и здесь вот такое вот, вот такая вот картина, понимаете, да? Вот этот радиатор как бы в принципе просвечивается, да? Тут как бы все нормально, но вон тоже пух есть. А здесь, да, картина маслом. Хорошо, хорошо, неплохо. А делать примерно стоит вот так вот. Вы берете щеточку и так вот потихонечку отсюда вы счищаете грязь. Прикольно, да? Я же говорю, валенки можно вязать. Можно валять валенки. Валенки не вяжутся, валенки. Вот она какая. Хорошая. С грязью еще. Плотненькая такая. Ух, здорово. Ну, в принципе, я почистил радиатор. Его осталось теперь только помыть. Потому что вот это вот, это прям вот запеченная грязь. Вот запеченная грязь. Там, там. Здесь вот в основных местах продуван. Потому что снизу находится, ну, очко в бампере, которая вот эта вот сеточка, которая вот эта вот. Здесь-то как бы решетка морда, да? Она, в принципе, закрыта. А вот низ как раз вот он самый продуваемый. Ну, и здесь вот налипает чуть-чуть. И вот такая вот кучка. Ну, что, валенки? Кому валенки? По дешману. Недорого отдам валенки. Ну, там вон еще грязь насыпало. Там что-то просыпалось, куда-то сюда просыпалось. Сейчас я это делаю чуть-чуть полисушу. Выкатываю на улицу немножечко мордой. И вот здесь вот, короче, буду мыть. Продуваем хотя бы радиатор кондиционера. Смотреть, что получается. Это просто воздух. Просто капец. Так, ребятки, ну что, помыл. Кстати, вопрос. Расскажите, пожалуйста, в комментах. Существует ли вот такой вот пластиковый пыльник. С лючками. Ну, или хотя бы даже без лючков. На Kia K5. Потому что, ну, это херня. Скоро у клиента развалится. И, ну, однажды он ее тупо где-нибудь оторвет. Вот и все. Вот интересно, есть ли такая штуковина. Только пластиковая хотя бы. Металлическую не предлагайте, не надо. Я ее устану снимать. Вот это. Хотя, если она будет вот, типа, вот с таким вот лючком. Вот такой вот. Бежит, бежит, бежит. Такая защитка, типа, будет сниматься. Это все будет стальное. Это будет нифига себе хорошая штука. Но боюсь, что бампер пойдет ко дну. Так вот. Помыли. Водичка. Гречка. Говночка. Вот так вот помыли. Здесь чисто. С этой стороны, ну, как видите. Чисто, видите, вот волочки торчат. И это вот за счет того, что вот ты вот продуваешь оттуда вот сюда, и они как бы вылезают. Но если ты продуваешь отсюда вот туда на улицу, то они даже с улицы не вылезают. Поэтому, короче, бесполезно бороться. Вот. С этим делом. Ну, очень хорошо продувается сейчас. Там все вон грязное теперь. Надо опять мыть мотор. Только помыл вчера его. Ну, и тут вот даже вот здесь вот такая вот плешка была. Типа вот как бы вот клей, что ли, или что-то такое застыло. Даже оно разъелось. И отвалилось как бы. Я думаю, что результат будет очень хороший. Вот. Ну, и сейчас надо будет поменять ему антифриз. Потому что, как бы, ну, 250 тысяч. А антифриз родной. По-моему, клиент не смотрел мои видео по промывке печки. Вот. И, ну, я думаю, теперь будет глядеть. Да, стопудово. И буду все постоянно находиться. Того, что могу, может быть, с его печкой. Ну, надеюсь, что ничего не будет. Все будет хорошо. Надеюсь, что теперь кипеть точно не будет тачка.